Продолжение следует... 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 А вот, это же вот негуманно, я вам так скажу, негуманно нести, значит, нашим странам, как бы, да, и двум народам огромные потери в ходе этой войны. Чем дольше она продлится, тем больше будет потерь. Вот это негуманно. Вот, а если, так сказать, условно говоря, какие-то камни, пусть даже и дорогие наши памяти, так сказать, или какие-то, значит, там железки, значит, разрушились, сгорели, и это поспособствует скорейшему окончанию войны, ну и хорошо. Потому что, на самом деле, мы продолжаем давать возможность украинскому государству функционировать, а его функционирование, как бы, да, оно продлевает войну. А далее, взагалі, несподіване зізнание пропагандиста, бо, погрожуючи Украине новыми масштабными атаками, Міхеев сказав, что обстрели критично важливых объектов життєдіяльности Украины ныне единый выход – змінити ситуацию на поле бою. Мовляв, там росіянам важко. И не вдаётся досягнути поставлених цілей. Тож, залишается лише одне – продовжувати свои злочинні та терористичні дії щодо цивильных людей. И это всё, что нужно знать про росіян. Ось, послушайте. Должно быть системной политикой по выводу из строя всей інфраструктуры украинского государства. Тем более, что имеющееся у нас средства поражения позволяют дотягиваться, насколько я понимаю, до любой точки современной Украины. Да, у них есть какая-то противовоздушная оборона, да, наверное, какое-то количество наших ракет, они могут быть избиты. Но, в общем и целом, у нас, я так понимаю, достаточно средств поражения. Кстати, вот, Владимир Путин не так давно говорил, отвечая на вопросы, там, как уменьшить потери среди наших военнослужащих. Надо наращивать, значит, мощность и объём средств поражения. Ну, вот ровно то, о чём, как бы, говорили с самого начала, как бы, да, дистанционные удары, да, которые позволяют наносить серьёзный ущерб инфраструктуре Украины, при этом, да, экономия жизни наших бойцов на поле боя. Знаю, від цих брехливых пик вивертає. Но, пока Россия все еще иснует, надо показать свиту, что нею керует потвора, который служит ось таки цинічные визуги, которые закликают нас уничтожить. Но в них не вдасться. И они это уже понимают. Тим часом, пропагандистка Симон Ян вкотре пробила дно. Натягнула, значит, траурное обличчя и вселася співчувати тим, кто постраждал в крокусе. Тож, подивіться, как ця цинічна потвора намагалась выдавить, бодай, одну слезу из себя. Я хочу сказать родственникам, тем, кто остался жив, что осознать и понять то горе, которое вы сейчас испытываете, невозможно. И все-таки мы горюем вместе с вами. И когда я представляю себе, что творилось в душах этих матерей, которые на этой эвакуационной лестнице в дыму, уже понимая, что не выберутся, просто обнимали своих детей. И погибли со своими детьми в обнимку, задохнулись из-за свора этих упырей, что было у них в душах, невозможно, невозможно принять, невозможно об этом думать. Ох, як заговорила. Цікаво, а что відчувають матері українських дітей, яких вбила Росія? Симоньян не хочет про це поговорити? Звісно, ні. Натомість, навіть після того, як на Росії затримали тих, хто начебто скояв теракт, пропагандисти Кремля звинувачують у теракті Захід та Україну, називаючи виконавців лише пустомозким інструментом та західними і українськими проксі. Преступники хладнокровно і целенаправленно шли именно убивати, расстреливати в упор наших граждан, наших дітей. Як коли-то нацисты, творивши розправи на оккупированних територіях, вони задумали устроити показательну казню, крововую акцію устрашення. Все исполнители, организаторы і заказчики цього преступлення понесуть справедливе і неизбежне наказання. Кем бы вони не були, хто б їх не направлял. Повторю, ми установимо і покараємо кожного, хто стоїть за спинною террористів, хто готовив це злодіяние, этот удар по Росії, по нашому народу. Тож, росіянам буквально треба було, щоб оці нападники таки виявилися українцями. Коли зловити вийшло лише нещасних таджиків, з'явилася версія вікна, яке було для них відкрито на українському кордоні. Тому що охрана була серйознішою. 9-го, 10-го, 11-го три дня шаману вступають з бешеным аншлагом. Охрана стоїть з автоматами. А в эту п'ятницю ЧОП, не государственный, не Росгвардія, частный ЧОП. Три контролера без всякого оружия. На 6200 зрителей. Три контролера. Мы хорошо понимаем, кто стоит за этой атакой. И здесь очевидно. Это британские и американские спецслужбы, которые потом будут рассказывать, что ГУРСа шел с ума и не выполняет их приказов, и что они были резко против. Надеюсь, что мы в это поверим. Не поверим. Расследование идет. Украина выглядит в полный рост. В полный рост. Ну а перечисление денег, вербовка по телефону и все прочее однозначно указывает. Методы, а попытку идти на Украину тем более показывает. Попри те, что до того поведомлялися про их затримания на российско-белорусском кордоне за допомогою белорусских силовиков. Та их не цікавить правда. Адже это для них не трагедия, а лишь привид виправданья для знищения Украины. Не забывайте, Россия не заслуговує на образ країни-жертви. Окрім очевидного, агресивной войны, которую она ведет уже 10 лет. Протягом останних 2-х років знищуючи цілі міста та щодня вбиваючи українців. И світ має це бачити. Тож дякую, что дивитесь «З дна постукали» и допомагаете руйнувати фейки кремлівської пропаганди. З вами была я, Инна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну. Підписывайтесь на наш канал. И побачимось. Продолжение следует...